Как повысить эффективность стирания эмоциональных блоков в своем теле? Существует много способов стирания эмоциональных блоков в теле, то есть наших воспоминаний о прошлых обидах, неудачах, предательствах, изменах и так далее. Один из приемов, который мы предлагаем, это прием использовать форму прощения. Это может быть простая форма прощения, когда вы много-много раз повторяете себе с любовью, благодарностью, я прощаю, принимаю этого человека. Я прошу прощения у этого человека за мои мысли, эмоции, поступки по отношению к нему. Можно использовать развернутую форму прощения, то есть пятиэтапную формулу. Есть специальное видео, на этом сайте вы можете построить развернутую форму прощения, там прописать все воспоминания обо всех мелких деталях ваших прошлых обид. И затем можно просто повторять эту формулу про себя, можно ее переписывать много раз. Это будет действовать как некая щеточка, которая стирает ваши воспоминания. Но это требует много времени, это неэффективная техника. Хочется чего-нибудь побыстрее. Сейчас у нас мир такой, что нужно быстрее-быстрее бежать вперед. Нет времени вкладываться в процессы. Те, которые были на Востоке тысячу лет назад, все йоговские практики, медитативные, они требуют огромного количества времени. Но человек, живущий современной жизнью, он не может столько времени тратить на эти практики. Можно ли как-то ускорить процесс стирания эмоциональных блоков? Да, можно. Но для этого нужно понимать некоторые механизмы. Если мы просто говорим себе, с любовью, благодаря себе, прощая, принимая моего мужа, моего ребенка, мою жену и так далее, то эта команда, конечно, проходит, принимается к исполнению, но очень слабо. Потому что наш организм, наше подсознание очень сильно защищено от внешних изменений. Это уровень доверчивости. То есть, если вы очень доверчивый, открытый человек, вы верите всему, то тогда у вас нет критики, и, наверное, эти команды будут проходить прямиком в ваше подсознание, исполняться. Но большинство людей, особенно с высшим образованием, не дай бог, с двумя, с тремя высшими образованиями, они очень критичны. И подсознание у них очень критично. Оно оценивает каждую мысль, каждую команду, которую дойдет хозяин, как бы рассматривает. И дальше она запрашивает, что я по этому поводу имею. Значит, по нашим прошлым мнение какое. Сравнивает наше прошлое с нашей новой командой. И дальше, в зависимости от результатов сравнения, отбрасывает, либо принимает к исполнению. Ну, когда ситуация, вы там 3, 5, 10 лет ругались своим мужем, потом говорите, с любовью, благодарностью, я прощаю моего мужа, то понятно, что у вас хранится воспоминание об огромном количестве схваток, руганий, эмоционального реагирования. И вдруг вы даете команду, я прощаю моего мужа, отпускаю его. Подсознание услышит эту команду и начнет анализировать. Так, есть прошлые 10-летние борьбы, и вдруг какая-то команда непонятно откуда взялась, что-то так в вашу голову пришла. Понятно, что оно ее посмотрит и просто отбросит, скорее всего. Поэтому нужно много-много раз ее повторять. Десятки, сотни, тысячи раз. И только тогда, когда вы вложили огромное количество энергии, конечно, несоизмеримое количество энергии, которое вы вложили в вашу борьбу, и закладываете в себя программу, что этот гад такой, чтобы ему было не сладко, хотя ваши намерения были самые лучшие, в основе борьбы лежали, то понятно, что только когда будет вложена энергия вами соизмерима, тогда результат будет, вы сотрете все ваши воспоминания. Можно ли как-то ускорить этот процесс? Ну, можно. Можно переходить в эскоэнергетическое состояние, к статическое состояние, возбужденное, в этом состоянии давать себе команды на прощение. Они будут проходить достаточно хорошо, но как вызвать эскоэнергетическое состояние, я не знаю. Я человек очень рациональный, кандидат технических наук, поэтому меня перевести в эскоэнергетическое состояние какими-то внешними воздействиями почти невозможно. Ну, понятно, что есть там страх, есть секс, еще что-то, но как бы это все неконструктивно. А если что-то такое, чтобы можно было легко использовать и выключать нашу внутреннюю критику, чтобы команды шли напрямую. Мы можем выключить нашу внутреннюю критику достаточно легко. Но для этого что нужно? Для этого нужно повысить энергетику нашего тела, то есть перейти в возбужденное состояние. Но не эмоционально возбужденное, потому что когда мы в раздражении, когда мы в гневе, то понятно, что нас разум выключает, и мы совершаем поступки под действием эмоций. Только потом, когда энергетика спадет, и разум опять придет в себя, очнется и начнет корить нас. Ну, зачем же ты это сделал? Ну, что ж такое? Стоило мне отвлечься куда-то так сразу. Значит, глупости наделаешь. То есть разум выключается, когда у нас повышается энергетика. Вот можем ли мы поднять энергетику каким-то образом, не используя эмоции, механизмы эмоционального реагирования? Можно. Существует техника, это древняя индийская техника, которая используется в такой психотерапевтической практике, как холотропное дыхание, например, и в некоторых других есть разные формы дыхания. Ну, самая простая форма дыхания – это просто интенсивное дыхание. Когда мы дышим, то через некоторое время, вот за счет гипервентиляции легких, дыхания большого количества кислорода, его переваривания, значит, внутри нас, человек входит в состояние такое возбужденное, энергетически возбужденное. А когда энергетика поднимается, мы переходим в возбужденное, то наш разум слегка, значит, выключается. Если это выполняет процесс лежа, как делает холотропное дыхание, то через некоторое время человек даже может потерять сознание, войти в некие трансовые состояния. Ну, собственно, так работает холотропное дыхание. Но нам с вами это не нужно, потому что мы не хотим терять контроль над ситуацией, потому что нам нужно давать команды на убирание эмоциональных блоков. Поэтому мы не будем ложиться, мы будем стоять, стоя дышать. То есть, собственно, техника эффективного прощения заключается в том, что вы встаете, включаете музыку, специальную музыку для дыхания. Там мужчина, значит, идет музыка, та-та-та-та-та-та-та-та, и человек дышит, он задает там дыхание. Дышайте ртом открытым, стоя. Вот. Первые 2-3 минуты нужно просто дышать. А затем можно начинать давать команды своему подсознанию. Потому что за 3 минуты вы поднимете энергетику, немножко голова закружится, будет такое легкое трансовое состояние. Не садиться, не ложиться ни в коем случае, выполнять упражнения стоя. Если совсем тяжело будет у вас, то, соответственно, нужно просто прекратить дышать или мельче делать дыхание. То есть, меньше кислорода захватывать, смотришь, немножко контроль восстановился. У пожилых людей, конечно, после 3 минут дыхания, пожилых людей, которые вели не спортивый образ жизни, очень много переживали, накопили много эмоциональной грязи, конечно, пойдут телесные реакции. Поэтому я не очень-то советую людям после 50 лет использовать эту технику. Вы уже прочитаете специальные указания по технике безопасности. Кому это разрешается, кому это категорически запрещается, будьте добры исполнять технику безопасности. Но подавляющее большинство людей спокойно может продышать некоторое время. А дальше вы начинаете просто давать себе команду на стирами убирания того или иного блока. То есть, вы берете вашу развернутую форму прощения и просто берете первую фразу. Я прошу прощения у моей жены за то, что я оскорблял ее, что у вас там написано. Я прошу прощения у моей жены за то, что я считаю ее дурочкой. Вы начинаете просто про себя повторять эту фразу один, второй, третий раз. При этом вы дышите. Зачем нужно дышать? Затем, чтобы вы оставались в этом трансном состоянии, в состоянии подавленности вашей компоненты сопротивления, защиты от внешних изменений. Повторяете. Но обычно ничего не происходит. А может быть, в каком-то месте вашего тела лопнет по команде подсознания. Вот я прошу прощения у моей жены за то, что я считаю ее дурочкой. Лопнет эмоциональный блочок, связанный с этим переживанием, с этой вашей мыслью. И если блочок, эмоциональный блочок, это такая сжатая пружинка энергетическая, открывается, то в теле возникнет неприятное ощущение. Возможно, были его ощущения. Где оно возникнет, никто не знает. У людей возникает там часто левое плечо болит, когда борьба о вас с кем-то идет. Может быть, в голове, может быть, в животе, может быть, где-то в груди, под сердцем. Еще где сидит эмоциональный блок, не знает. Может, в ногах, может, в попе сидеть. По-разному бывает. Кишечники. В этом месте возникнет болевое ощущение. Если возникло болевое ощущение, то вы должны, продолжая дышать, перестать повторять эту фразу, потому что она уже дала свой эффект. И начинаете гнать в это место тело энергию. Каким образом? Начинаете мысленно выдыхать через это место. Выдыхаете через плечо, выдыхаете через голову, выдыхаете через животное, если выживатель заболевал. Как? Понятно, что объективно выдыхать вы будете ртом. Но мысленно посылать энергию в это место, там, где у вас больно. Ну, собственно, наш организм, когда ему не хватает энергии, где-то он хочет выздороветь, у нас там болит. И мы туда направляем в лучшее внимание вместо боли, и мы туда гоним лишнюю энергию. В данном случае мы энергию будем дополнительно. На каждом выдохе будем посылать в это место энергию. И через некоторое время вы увидите, что это место потеплеет. Обычно, когда мы выдыхаем энергию, то есть дыхаем ртом, выдыхаем туда, то через некоторое время там потеплеет, и боль утихнет. Иногда нужно для этого 2 минуты повыдыхать в это место, иногда 5 минут, иногда 10. У меня был случай в голове, хороший серьезный булочок сидел в макушке, и я минут 40 выдыхал туда, пока его стер наконец. Вот, потом ее можно продолжать. Как только вы убрали болевое переживание, то вы продолжаете работать с формой прощения. Как это делать на этом сайте? На этом сайте вы сначала пишите развернутую форму прощения, потом вы нажимаете кнопочку «Эффективно прощать». Перед вами откроется страничка с техникой безопасности. Вы внимательно прочитаете, можно ли вам использовать эту технику. Затем вы выбираете кнопочку. Или если нельзя, вам по условиям, то тогда вы возвращаетесь на страницу «Шага 1» и просто переписываете развернутую форму прощения, или используете какие-то другие техники, известные вам, телесная терапия, беседы, все, что хотите. Но только вот неэффективное прощение. А если вы по состоянию здоровья позволяете себе использовать эффективное прощение, то вы нажимаете нижнюю кнопочку, и перед вами открывается экран на голубое небо. И первые три минуты, значит, дышите будет надпись. Что такое дышите? Дышите – это значит, пойдет музыка, не забудьте колоночки подключить. И такая интенсивная музыка, и человек начнет дышать. И вы должны дышать в такт этому человеку, стоя дышать в такт этому человеку. Потом на экране будут появляться фразы, из написанной вами развернутой формулы прощения. Вы должны мысленно про себя повторять эту фразу. Если, например, возникло болевое ощущение, то там кнопочка «Остановить». Нажимаете кнопочку «Остановить» и начинаете выдыхать больное место. Выдыхаете, выдыхаете, выдыхаете. Боль прошла, потом нажимаете «Продолжить». Значит, у вас пошла следующая фраза на экране. Пошла следующая фраза. Если боли нет, то вы просто раз 15-20 про себя повторили эту формулу, смотрите «Ничего нет», пошли дальше. На экране вышла следующая форму. Раз 15-20 мысленно про себя повторили, пошла следующая фраза. Там они автоматически идут. Можно ускорить, ослабить темп появления. Как вам удобнее будет. Можно остановить. Дыхание и музыка все равно будут продолжаться. А фразы на экране не будут меняться. Вот примерно так можете работать. И результатом вот этой практики должно быть что? Что вы проговорили все фразы, развернутые в форму прощения. Я не знаю, сколько минут вам понадобится. Вы можете поработать 15 минут, 20 минут, 25 минут. Вам надоело, вы просто нажимаете кнопочку «Стоп». Например, запоминаете, на какой фразе вы остановились. И возвращаетесь к этой работе на следующий день, например. Сегодня, если у вас будет желание, через полчасика, вы можете поработать с другой формулой прощения. С помощью эффективного прощения. Выбрать другую формулу, нажать кнопочку «Эффективно прощать». Она пойдет на экране, вы подышали и начали повторять фразы. На следующий раз вы возвращаетесь к этой форме прощения. Значит, они будут опять сначала появляться на экране. Вы кнопочку «Быстрее». Уже проработанные вам фразы пройдут на экране. Затем на той формуле, с которой вы еще не работали, вы нажимаете кнопочку «Медленнее» и начинаете ее прорабатывать. 15-20 раз повторяйте. Смотреть, нет ли у вас болевого блока. Если болевого блока появится, останавливаете. Убираете блок, потом нажимаете «Дальше» и движетесь дальше. Вот такой алгоритм работы, довольно простой. Компьютер, экран и динамик поможет вам работать с собой. Когда вы поработали всю развернутую форму прощения, тогда вы ходите, закрываете окно, возвращаетесь к шагу один, и там работаете с другой формой прощения. Либо вы ее пишете, либо эффективно прощаете. Примерно такой. То есть, суть эффективного прощения стоит в том, что мы сначала с помощью интенсивного дыхания выключаем нашу внутреннюю критика. И дальше мы даем все команды из развернутой формы прощения. Я прошу прощения, потом второй блок я прощаю, третий блок я забираю энергию в вспоминание, четвертый блок я стираю воспоминания, пятый блок впредь я. И все фразы из этих блоков вы повторяете про себя. И в этот момент, поскольку вы дышите, ваш внутренний критик выключен. И поэтому эти фразы проходят достаточно активно и принимают к исполнению вашим подсознанием. Подсознает команду убрать булочки в теле. И вы довольно быстро убираете себе эмоциональные блоки. Это не значит, что можно убрать эмоциональный блок многолетний за один раз. Ну, 5-10, может, там, 15 сеансов понадобится, дыхательных сеансов, для того, чтобы пройти вашу форму прощения. Но это все равно в разы быстрее, нежели вы будете переписывать, нежели вы будете повторять про себя. То есть, эффективное прощение реально ускоряет работу с формой прощения, ну, раз в 15-20, может, кого-то в 50 раз. То есть, значительные затраты времени не мешаются, потому что вы работаете с выключенным нашим внутренним критикам. Таков механизм работы с развернутой формой прощения. Это не холотропное дыхание, это не ребюфинг, это не вивейшин и прочие техники, где нужно просто дышать и не давать никаких команд. И там, чем глубже дышишь, тем глубже ты уйдешь в транс, тем выше эффект будет. Это другая практика. Вы можете ее использовать отдельно, пожалуйста. Только не делайте это сами, потому что первые 2-3 сеанса, если вот этих практик, то вы должны обязательно пройти с тренером. Потом можно только работать самостоятельно. Вот ту технику, которая дает, эффективное прощение, может работать любой человек самостоятельно, если, конечно, вы отвечаете правилам техники безопасности. Вы стоите, стоя дышите, у вас чересчур закружилась голова, неприятное ощущение, вы снижаете уровень дыхания, либо прекращаете дышать, возвращаетесь в полный контроль у вас. Ну, может, там пальчики немножко скручивают поначалу, у женщин бывает, но ничего, их подвигали. Все пройдет, никаких тяжелых последствий быть не может, если вы соблюдаете правила техники безопасности. Уже сотни и тысячи людей поработали с этой практикой, получили отличные результаты, у вас все будет замечательно. Это первый шаг внутренней трансформации. Без очистки своего тела от переживаний, хотя бы такого первичного, двигаться дальше и нарабатывать в себе какие-то любовь к себе, ответственность, уверенность в себе, лидерские качества, умение взаимодействия с деньгами, что-то, ничего не пойдет. Все будет блокироваться, наработанное вами эмоциональной грязью раньше. Ваше прошлое будет тормозить ваше будущее. Сотрите прошлое, и перед вами откроется любое нужное вам будущее. Примерно так работает технология, так работает этот сайт. Успехов вам, друзья, на этом пути. Если будут вопросы, вы можете задать их под кнопочкой. Во-первых, посмотрите сначала ответы типовые, потому что люди задают одни и те же вопросы. И один пишет, вот у меня в боку левом заколол, другой у меня в правом боку заколол, у меня в ухе заколол, у меня там слюна потекла, я кушать захотел, я писать захотел. У каждого своя персональная реакция. Не надо спрашивать, почему я это захотел. Мы этого не знаем. Потому что как ваше тело реагирует на избыток кислорода, это ваша персональная реакция. Она может быть самой разной, но важно, чтобы она была. Если даже нет никакой реакции, вы дышите, повторяете форму прощения, при этом ничего в теле не происходит, а все равно хорошо, все равно идет процесс прощения. Просто иногда бывают люди настолько зажатые, контролируют себя, что даже в ходе дыхания они остаются контролерами, и у них не происходит скрытие. Ну попробуйте 10 сеансов, через некоторое время вернуться к этому, через некоторое время вернуться, через неделю, через две, через месяц, через два. Попробуйте еще с этой формулой прощения, которая не вызвала никакой реакции. Смотришь, что-нибудь произойдет. Не произойдет, значит отлично. Вы без всяких болевых реакций убрали в себя переживания. Я когда работаю с развернутой формой прощения, с дыханием, эффективным прощением, у меня никаких телесных реакций никогда не было и нет. И тем не менее я знаю, что эта формула работает. Эта техника работает. Так что, друзья, успехов вам. Пользуйтесь.